второе вот на этом фоне много сейчас недостоверной информации разлетается и часто бывает такое что-то кому-то скинул тот так сказал такой шейх так сказал и так далее потом и брат удали это фейк и так далее часто в эту с нами это происходит про того и мама так сказать тот имам так сказал одного шейха вода и мамы вырезали его лекцию и вставили те слова которые хотел которые без целой лекции смысл другой передаст например приведем как понять приведем пример москва на мотаре в хуране говорит фаваилю лил мусалли будут прокляты молящийся если дальше не продолжить получается все кто молится они прокляты всевышний аллах субхану т.к. говорит аль-лядина хуман салат им сагун который небрежно относится к своей молитве или всевышний аллах субхану т.к. говорит не приближайтесь к намазу если если вы пьяны если вдруг совершил человек такой грех как выпил алкоголь то всевышний аллах субхану т.к. говорит не молись если вы пьяны вторую часть не прочитать получается не молитесь вот так же сейчас происходит вырезают добавляют одну лекцию который раньше говорил и сейчас склеивают и получается совсем другой маня я сейчас не не защищаю никого-то какого-то имама или еще что-то но за все мы будем отвечать перед аллахом субхану т.к. и мы не имеем права говорить о человеке то что он не говорил всевышний аллах субхану т.к. говорит ин джаэкум фасикум бинаба ин фатабайяну в другом риваяте фатасаббату если к вам пришел фасик нечестивость если вам пришла какая-то информация то вы проверьте удостоверьтесь на она правильно или нет то есть эта информация действительно так или нет потому что и на сцену а вальбасара вальфу ада культу гуляй к культу гуляй к дайку лидерики к нану миссуле то есть поистине сама наш слух наш взор наши сердца то что что мы говорим за все придется отвечать гуляй к к нану миссуле все за это придется отвечать в россии аллах субхану ва т.к. поэтому мы должны доносить информацию так как она есть и не должны наговаривать на одного на другого и так далее прок мухаммад саллаху алейкум ассалям сказал кафа бельмар и калибан они уходи сабимая семья достаточно человека назвать лжецом если он передает слухи то что случится увидел и так далее все передает и на сегодняшний день субхана видишь да человек там дон посмотрел информацию посмотрел новости и так далее но больше сегодняшний день человек сидит вот за диване и так далее оставляя stories и субхана и все его время вот это уходит на то чтобы какие-то новости передавать он не читает куран он не встает на тахаджуд он дополнительно благие деяния не делают когда время идет и когда он сможет сделать что-то полезно для наших братьев и сестер он передает еще информацию фейковую информацию перекинул за что еще придется ему отвечать а проб мухаммад саллаху алейсалям сказал и да у примет из сааа если наступит даже судный день вафи яде аликум фасиль и у кого-то из вас в руках есть то что можно посадить маленькое дерево которое можно посадить фаль язра файна 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 такую насадок будто пусть посадит поистине это будет для него садах то есть если начался я малькой он если из foto и лдону в горн и начался судный день и у тебя в руках саженцы чтобы посадить не выкидывай не бросая не беги на часа суда день посадили говорить про хаммас лавали него солом поистине перед аллахом запишите как садок поистине поистине перед аллахом запишите как садок а поэтому уважаем братья и сестры в эти дни не смотря на что что до смотрим новости передаем какую-то информацию достоверную несмотря на это не должно все время вся энергия на это уходить а на поклонение уже у человека нету сил нету времени и так далее поистине мы можем помочь нашим братьям и сестрам именно в дуа наших альхамдуля поклонениях когда мы будем просить аллаха а враги аллаха те же самые сионисты они боятся знаете чего то что мы если вернемся куран и соль вот этого они боятся они не боятся что что на диване сидим и будем про того писать про этого писать этого стараюсь старались это так сказал это так сказал этот кафир и тогда они сидят и смеются смотри чем мусульмане занимается а мы должны а бояться они не хотят чтобы мы с вами вернулись к аллаху чтобы мы ходили на утрен намазы чтобы мы читали куран вот этого не хотят вот это для них страшно поэтому возвращайся я сам я говорю братья мои братья и сестры возвращайтесь к аллах больше еще больше время это именно для того время чтобы вернуться к аллаху субханаху ва т.к. когда посылают какие-то испытания может быть может быть они вернутся к аллаху может быть они вернутся к аллаху субханаху ва т.к.